Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Состоялось очередное заседание парламента Западной Армении. Демонстрация перед посольством Турции в Париже. На юге Арцаха продолжаются боевые действия. В Ереване состоялось заседание Евразийского межправительственного совета. Турция и Азербайджан вместе готовились к войне. Первый снег выпал в Ванской области Западной Армении. В Гюмрии труппы театра Шуши выступают для детей из Арцаха. Очередное заседание Национального собрания Республики Западной Армении состоялось 8 октября. На состоявшемся в Ереване заседании присутствовали президент Армана Кабрамян, премьер-министр Седа Меликян, пять депутатов, 25 отсутствовали. Отчасти их отсутствие было обусловлено Арцахской войной. Повестка дня заседания. Первое. Обсуждение декларации Армянского национального совета Западной Армении от 14 декабря 2004 года и хронология событий с этого дня до принятия Конституции Республики Западной Армения 9 мая 2016 года. Второе. Программа конференции. Было решено проводить конференции раз в две недели. Третье. Феликс Абрамян поделился информацией о ситуации в Сюникской области. Президент Армана Кабрамян выступил со вступительной речью на заседании Национального собрания, представив историю Республики Западной Армении, историю армянского народа, армянского Нагоря, как коренных жителей, что подтверждено генетически. Президент также упомянул все народы, оливиты, заза, которые не приняли христианство, но остались коренными народами армянского Нагоря. Он представил карту Западной Армении, которую принято называть картой Нубар-Паши, на территории которой произошел геноцид против армян. Президент Армана Кабрамян ответил на вопросы и выступил с заключительной речью. Состоялся протест армян Франции перед посольством Турции в Париже. Протестующие почти лиминуты молчания память погибших в ходе Азербайджана турецкой агрессии против Арцаха. Демонстранты скандировали «Союз. Борьба. Победа. Стопалиеву. Эрдоган. Террорист. Карабах. Наш» и несли плакаты на армянском, английском и также французском языках с аналогичным содержанием. Граждане Западной Армении и депутаты во главе с Басамом Таханом также принимают активное участие в демонстрациях. В следующий вторник в 18.00 перед парламентом Франции состоится очередная демонстрация. Протестующие будут требовать признания независимости Арцаха. Пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Пагусян на своей странице в Фейсбуке пишет «По всем направлениям передовой продолжаются интенсивные военные действия. В тяжелых боях враг на поле боя несет большие потери в живой силе, пытаясь восполнить нехватку в основном за счет ветеранов, потерпевших поражение в Первой Арцахской войне. Если в его армии остались еще здравомыслящие военные, они, наверное, понимают, что не нужно питать больших надежд в связи с этими силами. Армия обороны Арцаха блестяще выполняет поставленную перед собой боевую задачу». Заседание Евразийского межправительственного совета прошло в Ереване. Премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян поприветствовал гостей в спортивно-концертном комплексе имени Домирчана. Как сообщает «Армен Пресс», во встрече приняли участие премьер-министры четырех стран-участниц Евразийского экономического союза, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, премьер-министр Никол Пашинян с армянской страны, премьер-министр Михаил Мишустин с российской страны, премьер-министр Роман Головченко от Белоруссии, премьер-министр Аскар Мамин от Казахстана. 6 октября стало известно, что премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Баранов подал в отставку. Страна представлена на уровне посла. Турция и Азербайджан вместе готовились к сегодняшней войне. Вот отрывок из статьи Фехима Таштикина о Карабахской войне, опубликованной в журнале «Красный флаг». В прошлом году Турция проводила политику в пользу Баку, не вмешиваясь в конфликт. Отношения изменились, когда Эрдоган подготовил протоколы о нормализации отношений с Арменией в 2009 году со своими условиями насчет Карабаха. После России, Израиля и Белоруссии Турция стала основным экспортером оружия в Азербайджан. После июльского конфликта в Тавуши произошел переход к новому этапу. Турция и Азербайджан вместе начали готовиться к нынешней войне. Россия является большим хозяином в регионе с точки зрения международных отношений. Теперь Эрдоган хочет разделить с Путиным роль лидера на Кавказе. Кавказ для турок – это неродоработанная мечта НВР Паши. Первый снег выпал в высокогорье провинции Иван Западной Армении, что вызвало трудности особенно для пастухов пасущих овец. Температура воздуха в районе днем была плюс 8 градусов, а вечером опустилась до минус 4. Театральная труппа Шушинского государственного театра имени Макартыча Хандемаряна организует в Гюмри кукольные спектакли для детей Арцаха. Как сообщает Армен Пресс, идея принадлежит режиссеру театра Ашхену Арутюняну, которому помогали администратор театра Лилит Макарчан. Несколько дней назад фражеский снаряд разрушил большую часть Шушинского дома культуры, который служил зданием театра. Разрушен склад наших кукол и одежды. Все было потеряно в одно мгновение. Но потом мы поняли, что мы не должны оставлять ребенка без сказки, потому что теперь больше, чем когда-либо детям нужна сказка, отметил журналистом Ашхену Арутюнян. Мы повсюду со своей аудиторией. Здание театра, материал. Мы очень быстро все восстановим. Важно, чтобы мы могли передать дыхание и искусство нашим детям. Это наша борьба, добавила Ашхена Арутюнян. До сих пор Арутюнян перевезла несколько групп детей из Арцаха. Уверена, что скоро все закончится. Они вернутся в Арцах, а перед этим небольшая театральная группа покажет спектакли для детей, приехавших в Гюмри из Арцаха. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ярхушта. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром. Продолжение следует...